всем привет хорошего дня и сегодня я хочу чтобы мы с вами поговорили на такую тему которая у каждого каждого возникают такие вопросы где брать силы нет сил нет настроения какая-то усталость ничего не хочется делать руки опускаются и вообще что от меня хочет всевышний ну что еще мне нужно сделать да наверняка каждый из нас задавался таким вопросом наверняка у каждого из нас были скажем так нелегкие для нас периоды и минуты когда человек растрачивает свою внутреннюю энергию да он растрачивает растрачивает и ищет как ее заполнить да и вот это вот человек чувствует вот эту пустоту он чувствует что нет сил всевышний что мне еще нужно сделать и что что это такое как нам набраться сил всем привет шалом лев татьяна рев то всем привет спасибо большое за ирина шалом спасибо всем большое за то что есть время учиться есть время вместе нам учиться здесь в эфире в прямом так вот у каждого из нас особенно это знакомо с женщинам мамочкам да которые растрачивают свою энергию на дом на семью на детей на своих мужей и и какая-то критичная . да когда ну 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 что еще он у меня нет сил когда нет настроения когда не хочется ничего делать и конечно же задаемся вопросом что от меня хочет всевышний и и наша наша сегодняшняя тема что это такое как с этим бороться и так давайте представим себе человека который находится в таком состоянии до обессилен и когда у него нет сил когда у него плохое настроение до человек в таком состоянии продуктивный будем честны нет и это все проделки сатан на иврите сатан если брать первые буквы вот этого слова сатан это сунны сунны куда то вот это тот кто ненавидит хорошие качества в человеке да то есть ему а я не хочу чтобы он так делал мне надо чтобы человек начал грызть себя и как только человек начинает унывать да и начинает грызть себя я это делаю не так я вообще это не успеваю вообще я устала у меня ничего нет когда человек находится вот в этом состоянии уныния ему ничего не хочется делать понятное дело ему не хочется не служить всевышнему да не быть продуктивным он уже загнал себя вот в эту дыру он чувствует себя ужасно ощущение что ему никто уже не может помочь да где взять сил вот и человек чувствует себя ужасно и сатан радуется да я царара радуется почему то что человек не может делать то что он должен делать да все ура у меня получилось теперь там пусть страдает ходит это лучше для сатана до для царара лучше чтобы человек не будет продуктивным не будет улучшать этот мир да не будет быть полезным для всех да классно пусть там сидит, страдает себе. Теперь, ну окей, у нас у всех бывает, да, что мы находимся в таком состоянии. Этот урок, он актуальный для меня лично, я говорю за себя, поэтому я и провожу, да. Эта тема для меня очень актуальна, и поэтому я немножко начала читать, читать, учить, учить, и вот делюсь своими знаниями, которыми приобрела. Так вот, когда человек находится в этом состоянии, да, он уже себя туда загнал, уже у него нет сил Всевышнего, что ты от меня хочешь? Что делать? И рассказывается одна история, как к Раввину пришла женщина одна, и она ему говорит, да я устала, на мне весь дом, на мне дети, никакой благодарности, и вообще во мне нет сил, во мне ничего не осталось, я не успеваю не помолиться, я не успеваю то-то-то, что от меня хочет Всевышний? И начала кричать так на Раввина. Он ей говорит, он хочет, чтобы ты улыбнулась. Что? Каких улыбнулась? Да пусть сам улыбается, да, и вот это вот роптание. Он говорит, нет, он хочет, чтобы ты улыбнулась. Всевышний хочет, чтобы, несмотря на это всё, ты улыбалась, чтобы ты находила хорошие стороны в этом, да. Теперь, когда ты зациклилась, что я плохая, я не успеваю прочитать ты или им, я плохая, я не успеваю помолиться. Нет! А ты вечером сядь и скажи себе, вау, какая я молодец, я сегодня там приготовила, провела, сделала, была целый день с ребёнком, помогла тут, здесь подсказала, да. Найди хорошие стороны у себя в своих действиях, да, не зацикливаться на этом всём плохом, потому что это забирает нашу энергию, это забирает наши силы, да. Ну что вы хотите? Как твой день прошёл? А я была зациклена только на плохом, поэтому у меня был плохой день. А кто виноват? Мы сами виноваты. Понятно, что радость, это не... Радость, это... Это талант, да. Это талант человека, это работа над собой, да, не всегда, но стараться пребывать в радости, да, получать, делать всё с радостью. Нахон? Нахон? Правильно. Кстати, вот буквально в прошлый раз я у себя в Инстаграме говорила о том, что я ещё параллельно работаю в онлайн-школе у деток. И мы говорили про заповеди. Я задаю вопрос детям, я говорю, а какие заповеди есть мужские, а какие женские? И мне мальчик говорит, а можно я женские скажу? Я говорю, ну говори. Он говорит, ну женские заповеди — это печь халу, зажигать свечи, а ещё убирать, воспитывать детей, кормить мужа, готовить ужин. И я говорю, стоп-стоп-стоп, это не заповеди. А что это? Да, вы задумывались, почему женщина это всё делает? Почему эти обязанности? Да, есть, конечно, семьи, есть исключения, но почему на женщине это обязанность? Потому что это единственный способ проявить свою любовь к мужу, да, когда женщина даёт мужу возможность работать. Это единственный способ проявить свою любовь к детям, да, когда мы их воспитываем, когда мы готовим, для них убираем. Это даже проявить любовь к себе. Мне приятно находиться в чистом доме, мне приятно быть хорошей женой, да, мамой. И это тоже человек делает с любовью и с радостью, да. Нужно стараться, по крайней мере. Понятно, что у нас всегда бывает, что ну вот нет сил, ну не могу. Что в этот момент надо? Не зацикливаться на этом плохом, зацикливаться на хорошем. Подойти к мужу, сказать, подойти к мужу, сказать, мне сейчас так плохо, я так устала, ну-ка давай там похвали меня, да, или же скажи, в чём я хорошая, как ты видишь меня. Просто пожаловаться, рассказать. У нас, я помню, когда я первый раз к мужу подошла, вот, ну, с такой просьбой, что мне так плохо, то мой муж такой, ну, все так живут, ну, типа, что ты жалуешься? Ну, все так, у кого-то ещё вообще больше детей, кто-то ещё больше устает. А я такая, это моя боль! Вообще-то это я устаю! Никто так не устает, как я устаю, да? То есть, поначалу, когда мы подойдём к своему мужу, это, может быть, получится не совсем так, как мы хотим. Можно к мужу, можно к подруге. Вообще, вы, вот, у нас мы получаем такое восхождение, это хаббатская афиша, и даже в ней я нашла то, что для меня было актуально. Здесь написано, «Если тревога в сердце человека, пусть успокоит её». Но как наши мудрецы, благослови на их память, дали этим словам два толкования? Удалить тревогу из мыслей, да, то есть здесь уже работа над собой, или обсудить её с другими. Что значит с другими? С другими — это тот, кто другой лишь телесно, но душой он абсолютно един с тобой, ибо сочувствует тебе. Нужно найти такого человека. Это может быть подруга родителей, мошпия, наставник, муж, жена, да, просто сказать, не знаю, «выслушай меня» или «похвали меня», «помоги мне найти, в чём я хороша», да. То есть просто человека, который может вам посочувствовать, который может вас погладить, успокоить, не знаю, что... Каждому нужно что-то своё, да. Кому-то нужно, типа, сказать, «Ну-ка, там, набери сил!» Кому-то, наоборот, спокойно, да. У каждого свой подход. И этот подход нужно обсуждать именно вот со своими половинками. Ребе сказал одной женщине, «Ты приготовила еду, перестирала и убрала, даже поменяла ребёнку памперс. Это твоё служение Ашему, и он получает от этого кайф». Нахон. И мне это тоже брало много времени. Понятие это, кстати, потому что до того, как я родила моего ребёнка, я успевала и помолиться, и... и тейлим прочитать, и ещё хито сделать, и убрать, и приготовить, и провести. И я была такая вся молодец. И тут, когда у меня появился ребёнок, я ничего не успевала, у меня слёзы градом, всё, я плохая, вот эта зацикленность, я плохая, я ничего не успеваю. Меня, наверное, Всевышний сейчас не любит, потому что я недостаточно молюсь. Поэтому иудаизм настолько продуман, да. Он говорит, женщина не обязана молиться, потому что он знает, сколько на наших плечах, на наших плечах дом и в духовном смысле, да, атмосфера, и в материальном смысле, да, как выглядит наш дом, да, это большой труд, но это надо принимать. Стараться принимать это с лёгкостью, да, пытаться понять, что даёт нам сил, набираться, не забывать хвалить себя. Потому что когда человек находится в унынии, да, это очень отнимает у него силу, он тогда непродуктивный. Как ты пытаешься выбрать, как ты пытаешься выбраться, да, из вот этого, а у меня нет сил. Хотя да, мы многие, я иногда застрию на несколько дней, а у меня нет сил, жалею себя, плачу, вы бы знали, как я могу плакать. А потом я думаю, и шо? И шо, шо я плачу? А кому от этого легче? А что я меняю таким образом? Ну понятно, что там, окей, выплакалось легче стало, окей. Да, но потом я всё, так, в чём я хорошая? Давай, всё, продолжай, я здесь нужна, нужна. Начинаю опять вспоминать, какие мне хорошие слова говорили, в комментариях писали, да, опа, спасибо большое, вы мне очень-очень приятно сделали, и так далее. Вот, это, в принципе, всё, что я хотела сегодня сказать. Меня тут уже ребёнок требует, скажи привет всем, скажи спасибо большое за сегодняшний эфир, скажи спасибо большое за сегодняшний эфир. Вот, я надеюсь, что наш эфир был полезный и кому-то придал сил, мне лично, да. Вот, всем спасибо большое, хорошего вечера, и пусть Всевышний нам посылает, не посылает испытаний, а посылает только добро и много благословений, и всем, кому что нужно, пусть Всевышний из щедрой мерой награждает нас всех. Бзрата Шем. В этом мире ниже Сарат Фахот. Всё. Всем пока. Скажи пока-пока.